Уже с 50-х, 60-х годов советские люди почти не интересовались виборами. После смерти Сталина вся демократия в стране была похерена. Люди шли на избирательные участки просто голосовать за тех кандидатов, которые избирательным объединением дала партия. Но даже после 80-х годов, когда эта избирательная система прекратила свое существование, прошло довольно много времени, и мы сейчас привыкли к совершенно другой избирательной системе. У нас сейчас своих кандидатов на выборы выставляют партии и избирательное объединение в группы. Народу предлагают своих кандидатов. Но советская демократия была устроена совершенно иначе. Партии и избирательные влоги не шли к народу со своими кандидатами. Это народ подбирал себе депутатов. Трудовые коллективы местных советов, граждане объединялись в коллективы избирателей. И эти коллективы избирателей подрискивали себе того человека, который будет представлять их интересы в Верховном Совете с Центром. Какие могут быть альтернативные выборы, если люди сами искали себе кандидата? Они что, искали себе одного кандидата получше, а второго похуже? Именно поэтому во всех избирательных бюллетенях, которые опускали в вороны советские избиратели тех лет, стояла только одна фамилия. Ну или две-три, если бы они голосовали, если бы на их двухизбирательном округе избиралось два-три кандидата. И на июньском вене 37-го года председатель избирательной комиссии поднял вопрос. А что мы будем делать, если у нас где-то на участке будет два-три кандидата? Председатель Центра избирательной комиссии того потерялся. Он не понял вопроса, как так два-три кандидата, откуда они возьмутся? Ну, вдруг, гипотетически такая ситуация возникнет, что коллектив избирателей подобрал себе два кандидата, и голоса разделились пополам. 50 на 50. Ну, тогда решили в образец избирательного бюллетня, если вдруг возникнет такая гипотетическая ситуация, внести несколько кандидатов. Этот образец избирательного бюллетня с тремя кандидатами был отпечатан. Юрий Николаевич Жуков его нашел, и вот из этого избирательного бюллетня он сделал вывод, что Сталин готовил альтернативные выборы. Понимаете? Об этом Жуков рассказывал в интервью, тоже по моему газете «Аргументы и факты». И в этом же интервью он обмолвился. К сожалению, такие свободные выборы в стране не прошли, их пришлось ждать еще 50 лет. 37 плюс 50 – это 87-е годы, это первые выборы народных депутатов СССР. Первые горбачевские выборы. То есть Сталин, по версии Жукова, в 37-м году хотел стать горбачевым. Продолжение следует...